Глава региона посетил завод строительных конструкций Заполярье. Юрий Бездудный пообщался с работниками и узнал о делах завода и перспективах развития. Подробности в сюжете Катрина Тайбарей. Главу региона ознакомились с работой завода, поговорили о перспективах развития производства. Учитывая специфику региона, основной материал для строительства зданий необходимо было завозить с большой земли. Отсюда возникали трудности логистики и завышенные цены на материалы. Мы за последние полгода провели большую работу по снижению себестоимости нашей продукции. Это значит, что арматуры дорожают? Абсолютно, да. Здесь немножко некорректное ценообразование было. Условно, дорожная плита стоила у нас 70 тысяч. Мы ее сейчас вывели на 40. Завод Заполярье производит железопитонные конструкции, необходимые для возведения зданий. От фундамента до стеновых панелей. Как сообщил Иван Мориков, сложности возникают именно с приобретением материалов, так как они сильно возросли в цене. И длительное время уходило на поиски поставщиков с адекватной стоимостью материалов. Кроме того, ремонта требует и состояние цеха. Завод Старенький требуется проведение некоторой части реконструкции, модернизации, для того, чтобы можно было увеличивать количество и объем поставляемой продукции. Для качественной и комфортной работы в цеху необходим ремонт и модернизация предприятия. Доработать технологический процесс таким образом, чтобы немного расширить как раз ту площадь, которая является теплым складом. Помимо теплого склада необходима установка своей котельной, скважины и других объектов. Это все нацелено на то, чтобы увеличить еще раз производство мощности и, соответственно, строить из качественных материалов, которые гарантированы, опять же скажу, местной лабораторией. Вот здесь на заводе есть своя лаборатория, которая, так сказать, также производит оценку качества выпускаемой продукции. Заполярье – это не только завод конструкции, но и застройщик на различных объектах. Перспектива растет. Одна лишь линия жилья составляет порядка 30 тысяч метров. Также предприятие работает над общественными объектами. Что касается социальных объектов, мы точно так же участвуем в этих программах. И вот совсем недавно выиграли тендер по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в Искателях. То есть мы уже приступили к выполнению этой работы. Работа завода не только обеспечивает округ строительными материалами, но и способствует снижению безработицы в регионе. И самое главное, здесь работают местные наши жители. Потому что вот мы сейчас, на сегодня 61 человек работает на заводе. Учитывая то, что объем увеличивается стройки, планируется дополнительно взять еще 15 человек. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь к нашим, так сказать, жителям. Просьба, так сказать, при необходимости, ну, так сказать, если у вас нет работы, обращаться в отдел кадров за ИСК, за Полярье. И, так сказать, милости просим, так сказать, работы хватит для всех. На территории завода расположены формовочный центр, склады готовой продукции, холодный склад, столярный, фасадный и арматурные цеха, открытые склады щепня, песка и отсева. Наличие всего необходимого позволит не прекращать работу предприятия в зимний период. Нормальный цикл жизни предприятия. Мы не должны на сезонность ориентироваться. То есть, ну, придет зима, то есть, так же работаем на следующий сезон. Сегодня на предприятии трудится 61 человек. В ближайших планах – расширение производства и создание новых рабочих мест.